Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фрэш. В этом выпуске я, Павел Михно, расскажу о выставках, которые открыты в областном центре, а также немного поговорим о том, как с пользой провести летнее время и о том, как можно разрешить спорные вопросы по договору об оказании туристических услуг. Сегодня на территории Гомельской области синоптики прогнозируют переменную облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем составит 27 градусов, ветер западного направления скоростью до 6 метров в секунду. Летние вечера могут быть особенными и незабываемыми, когда они проходят под легкую музыку. Проникнутся атмосферой лирики и романтики, дадут возможность артисты Гомельской областной филармонии, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ольга Кузьменко и Елена Гастинская. В совместном музыкальном проекте филармонии и картинной галереи Гаврила Ващенко слушателям предложат новый вид досуга. На открытом воздухе в уютном уголке природы в программе под названием «Летнее очарование». Произведение популярной классики и эстрады. Не пропустите незабываемый концерт волнующей летней музыки. Слушателей будут ждать 30 июля в 18.30 в летнем дворике галереи. Прекрасное настроение и позитивные эмоции гарантированы. Вальс цветов. Выставка под таким названием открыта в Гомеле. На ней цветы и пышные букеты, которые завораживают не только красотой, но и реалистичностью. Ведь многие полотна похожи на фотографии и даже кажутся осязаемыми. Притягательность и нежность изображенных растений объединяют все работы. А написаны они учащимися Гомельского государственного художественного колледжа. Стать посетителем выставки в Российском центре науки и культуры в Гомеле можно до 31 августа. Мастерица вышивки Валентина Игнатенко представила внимание у горожан вышитые копии полотен известных художников. Увидеть их можно до середины августа на выставке «Тепло души, передавая нитью» в библиотеке имени Ленина. В экспозиции копии полотен известных живописцев и сюжеты, навеянные фантазией вышивальщицы. В основе ее работы мастерство и чувство цвета и тонкой композиции. Это уже было доказано на более чем 20 выставках в Беларуси и за ее пределами. В Гомеле можно увидеть фотографии, сделанные в Иране и Мьянме в 2019 году. Автор выставки «Два мира, две страны» Станислав Янчарский много путешествует по миру. Он побывал уже в 48 странах мира. И многие из поездок – это организованные фототуры. Их результаты фотограф и представляет на выставках в Беларуси и за ее пределами. Для автора важна реальная история о людях и событиях, которую он рассказывает через объектив своего фотоаппарата. Спешите увидеть! Жители и гости Гомеля могут познакомиться с творчеством еще одного фотографа. Автор выставки «Само совершенство» Олег Белоусов. Он посвятил экспозицию женской красоте, которая вдохновляет поэтов, художников и фотографов на создание неповторимых образов. Познакомиться с работами фотомастера можно в Музее истории города Гомеля. В областном центре народного творчества открылась выставка под названием «Авторская керамика». Инициаторы проекта – гомельские керамисты, которые активно показывают свои работы в самых разных экспозициях. Семейная мастерская Яны Коноваловой и Константина Шевцова представила новые серии скульптурных композиций и фарфоровую посуду. Александр Новгородский демонстрирует панно и уникальные музыкальные инструменты из глины. А Тамара Дмитриева и ее ученики знакомят гомельчан со своими керамическими изделиями. Это панно, бюсты, архитектурные композиции и разные малые формы. Тело человека – познавательная передача о вопросах здоровья. Статистика говорит, что большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением и самодиагностикой, и вовсе сложно посчитать. В итоге это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена программа «Тело человека». В сегодняшнем выпуске передачи речь пойдет об аритмии. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19 часов 30 минут. Сегодня в нашей рубрике «Есть вопрос» адвокат и медиатор Анна Журавлева расскажет о разрешении спорных вопросов по договору об оказании туристических услуг. Не переключайтесь. Часто такое случается, что запланированное и оплаченное туристическое путешествие не может состояться. По независимым причинам турист может отказаться от тура, и это право предусмотрено законодательством Республики Беларусь. Для того, чтобы отказаться от тура, необходимо обратиться с письменным заявлением в туристическую компанию, с которой заключен договор. И в заявлении необходимо указать, что вы отказываетесь от тура и просите вернуть вам оплаченные деньги. Такой отказ предусмотрен в одностороннем порядке, и поэтому для расторжения договора согласие туристической компании не требуется. Туристическая компания обязана вернуть денежные средства за исключением фактически понесенных расходов, размер которых компания должна подтвердить документально. Если туристическое путешествие не состоялось по причинам возникновения обстоятельств непреодолимой силы, либо обстоятельств, за которые ни одна из сторон не отвечает, как, например, решение государственных органов о закрытии границ, либо введение чрезвычайного положения, либо возникновение обстоятельств, которые угрожают жизни и здоровью туристов, то туристическое путешествие может быть отменено, либо изменены условия договора. В случае расторжения договора по таким обстоятельствам, деньги должны быть возвращены в полном объеме. Турист может столкнуться с ситуацией, когда немедленное возвращение денежных средств туристической компании невозможно ввиду их отсутствия. И тогда, конечно, за туристом сохраняется право обращения в суд за судебной защитой. Однако необходимо помнить, что судебные решения, связанные с денежными взысканиями, иногда не могут быть реально исполнены. И поэтому предпочтительным является разрешение вопросов, связанных с изменением туристического путешествия, либо вопросов, связанных с расторжением договора об оказании туристических услуг, решать посредством проведения переговоров, либо путем применения процедуры медиации. Как провести летнее время с пользой и своими идеями на этот счет, мы попросили поделиться гомельчан. В ответ услышали немало дельных советов и проверенных вариантов, что важно, практически незатратных финансово видов времяпрепровождения. Меня зовут Егор, мне 21, я занимаюсь квестами в реальности в городе Гомель. Квест – это игра, в которой смысл заключается в том, чтобы вас и вашу команду запирать в определенной локации с определенным сюжетом и задачей, которую вы должны выполнить за определенное количество времени. Время это ограничено. Формат такой игры необычный, он постоянно дарит кучу эмоций. Основную аудиторию назвать очень трудно, потому что это могут быть как и дети от 7 лет, так и взрослые, старше 60. В основном, конечно, чаще всего ходят дети, школьники, студенты. Квест в реальности абсолютно безопасный вид развлечения, потому что там все тщательно всегда продумывается, постоянный контроль над игроками, поведен облюдение, звуковое сопровождение, поэтому это абсолютно безопасно. Поиграв в квест, можно отпраздновать таким образом свой день рождения. Это можно подарить близкому, это можно подарить другу. Как всегда, Новый день с вами встречали утренний фреш и я, Павел Михно. Хочу пожелать, чтобы ваш день был легким и продуктивным, а настроение – солнечным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...